бинар духовный путь духовные упражнения для духовного пробуждения это стрим трансляция конечно же я не упущу возможность ответить на ваши вопросы а также дам по этой теме развернутое понимание ну что давайте начнем я уже с вами это хорошо нас сегодня много не забывайте ставить лайки кстати мне очень приятно я вижу ваши реакции жаль что нельзя поставить пальцы вниз чтобы я их видел ну да ладно и так рима смирнова рима смирнова добрый вечер андрей андреевич савитур вы нас спасибо вам за знание и помощь савитур хорошее слово а многие ли понимают что такое энергия савитур и так одна из что такое вообще духовный путь как его выбирать и с чем это связано с чем его едят существует такая история она описана в упанишадах это история четырех царей история четырех царей которые жили в мире где где были где были настоящие города которые находились на земле под землей вне земли в паранормальных мирах а также находились эти дворцы в небесах и там в разных местах эти цари и у них были свои народы они находились в индии но они могли на земле жить совершенно в любом месте то есть по желанию своего сознания не могли перемещаться в совершенно другое место они общались с энергией эту энергию этих людей звали инды они могли перемещаться в совершенно любое время время в совершенно любое место жили они вечно как и весь их народ и у этих королей была сила получать информацию у савитур считалось что савитур эта энергия которая связывает человеческую душу и связывает бога то есть после смерти душа переходит савитур там находится информация об этом человеке и после рождения появляется вновь в этом мире такие существа они жили долго единственное чего не должно были делать эти существа они получали бесконечные ответы на бесконечные вопросы также у них были паранормальные способности они могли перемещаться они могли жить в разных элементах на земле под землей в небесах в параллельных мирах и так далее также им были доступны всевозможные паранормальные способности в книгах написано что им были доступны 200 тысяч сид то есть способностей такие короли можно ли сказать жила это или не жила это предание тем не менее одно из условий их общения с высшими силами заключается в том что они не должны были есть мясную пищу но однажды они узнали что в их мирах в котором они живут люди усердно начали кушать пищу и эта пища была животной никто от нее отказываться уже не хотел и они решили разрушить эти миры и в тот момент когда они разрушали эти миры пострадали сами пострадали люди пострадали вот эти места и было сказано что был такой мощный взрыв который уничтожил и самих королей и уничтожил между проекциями миров полотно и начали выпадать в разные миры то есть города которые находились на небесах они начали сыпаться на землю из-за этого люди в дальнейшем начали находить какие-то остатки камней которые сложены друг на друге где-то в совершенно невероятных местах будь то горы там где-то находят сейчас тайге в карелии ну и так далее объяснение этому найти не могут это абсолютно ровные прямоугольные тяжелые камни в виде кладки то же самое если бы небоскреб падал мимо как куда нибудь на гору куда его никто никогда не донесет а там сделать его сто процентов нельзя к чему я это говорю на то время существовала идея что савитур это та энергия с которой общаются эти короли но после смерти королей савитурная энергия перестала общаться с людьми и перестала помогать людям в виде знаний но придумала некую систему в ходе которой человек рождается и умирает при этом он случае если проживает жизнь хорошо то рождается в будущем случае если плохо рождается в прошлом таким образом люди становятся более духовными более открытыми яркими и происходит естественный процесс человеческой эволюции с желанием в одной жизни убивать людей в других с пониманием того что этого сделать нельзя и тогда много к чему я это все говорю мы воспринимаем как эзотерики такую энергию как и дальше интересные такой путь который мы выбираем для себя смотрите обычный человек который живет он должен знать в его жизни существует принцип такой мы одновременно согласно знаниям эзотерическим являемся одновременно противоположными существами мы являемся одновременно существами которые хотят быть вольными и одновременно существами которые хотят чтобы их кто-то любил согласитесь нам хочется чтобы нас любили но при этом нам хочется постоянной воли и это не вмещается между собой допустим я люблю свою жену но я хочу еще там много женщин или я допустим хочу чтобы мама меня любила но я ее хочу бросить и уехать куда-нибудь паша мама мне надоело так нас одновременно может мучить любовь к существу и ненависть к существу так мы можем одновременно хотеть тишины и страдать от того что никуда не можем уехать так мы хотим уединения и потом страдаем от того что нам нужно срочно куда-то уехать или срочно хочется публичности и так далее с чем это связано это как раз связано с двумя качествами которые одновременно врождены у человека в его душе это качество воли или стремление к воле и качество которое связано с тем что нам хочется чтобы нас кто-то любил а это между собой не всегда стыкуется таким образом что дает нам понимание и что пишут в книгах об этом говорят о том что человек который живет таким образом он будет качество воли в человеке всегда превосходит качество воли в человеке всегда превосходит поэтому человек все время хочет быть стремиться к воле стремиться к воле не подчиняться стремиться к воле не жить с кем-то стремиться вот этой своей внутренней воли протеста быть не запряженным быть еще кем-то и там говорится что человек победить это стремление воли не может иначе если он побеждает он страдает и в тот минут в тот момент когда он страдает человек должен знать что существует некая и дальше принцип духовного пути существует некая энергия которую условно можно назвать богом не имеет значения каким иисус христос или аллах или заратустра или будда или какие-либо другие боги мы как бы основную концепцию религиозную отпускаем нас это ну не особо беспокоит но мы для себя принимаем решение сделать так найти для себя ключевой момент обратной стороны в противоположность нашей воли для чего если мы найдем того кто нас любит и мы начнем ощущать что нас любит кто-то более высокий чем те люди которые с нами живут и так далее то мы можем обрести для себя спокойствие это одна из ключевых концепций духовного пути человека таким образом для человека очень важно найти глобальное существо советур или аллаха или буду или иисуса христа или там яхве или голову или кого-либо но с тенденции того что он должен понимать что это существо его любит а что это обозначает и что значит существо его любит дело в том что мы можем представлять существо но это же представление и что дает это смотрите считается что внешний мир в котором мы живем с его всеми проявлениями всего абсолютно что происходит вокруг нас а это создано для нас ну раз мы идем и что-то с нами происходит это создан для нас тогда вопрос кем тогда можно предположить что это создана в критерии духовного пути или духовных знаний это создана богом персонально для нас то есть если мы гипотетически вступили там ногой в какую-то там лужу то это создано для нас чтобы мы вступили потому что считается что любые проявления которые возникают в нашем мире они создаются специально для нас а для чего чтобы мы чувствовали и ощущали как нам относится эта энергия а как она может к нам относиться и тут принцип или основное духовное упражнение которое может помочь человеку в духовном пробуждении человек должен понимать что те события которые происходят это события которые нужно любить вообще я вам хочу сказать чем больше вы будете настраивается на то что мир подобно большой матери большому отцу любит вас и обнимает можно представлять даже на расстоянии что вас любит и обнимает ваша семья любит обнимает этот мир любит и обнимают эти события и эту любовь которая проявляется к вам ее можно называть как угодно любовь аллаха любовь какого-либо божества мы же как эзотерики мы ее воспринимаем как один из элементов который связан с советуром то есть мы ее называем совету потому что мы занимаемся эзотерикой и наш бог это бог совету таким образом мы ощущаем такую энергию в виде энергии и солнца но на самом деле солнце дает тепло это земля эта планета но мы можем золотую энергию ощущать почему в эзотерике есть некие понятия смотрите есть некие понятия цветов вот смотрите я как эзотерик могу сказать что существует определенные упражнения все уже знают насколько я хорошо умею влиять на любые на людей и там создавать все и многие сталкивались со мной знают как я умею это делать и так далее но самые большие самые простые такие упражнения они выглядят так смотрите если у человека в жизни беспорядок ничего в жизни не получается вот такой вот хаос происходит то самое простое духовное упражнение которое может привести в порядок этого человека это представлять себе себя или представлять его как будто он сделан из черного базальта или черного оникса представляя человека черным вы делаете все для того чтобы в жизни этого человека был порядок черная делает порядок а белая а белая делает беспорядок таким образом если представлять человека в белом свете его представлять белом то это не беспорядок создастся много много задач много движений много жизни много событий если события не будут происходить то будет в голове много мысли и так далее поэтому в случае если человека с психическими отклонениями представлять белым цветом то у него будут ухудшения состояния а вот если представлять его черным то тогда у него улучшится состояние а если человека психованного который на если наоборот человека у которого в жизни ничего не происходит он вялый в его жизни ничего не происходит ничего не хочется то можно его заполнять белым светом но и в первое и второе жизни никогда не вылечат никого а вот если представлять человека золотым то тогда человек и выздоравливает и в жизни все налаживается не напрасно в народе говорят золотой человек в этих древних книгах написано что золотой является элементом божественного именно поэтому сказано что человек который принимает этот мир и радуется ему должен знать что мир его любит и там говорится о том что открыв душу или выбрав этот духовный путь человек может ощущать в этом мире или настраивать себя на то что мир его любит на то что мир прекрасный на то что мир хочет для него создавать только хорошие события да я понимаю как это сложно и это говорит о кармическом закрытии души так вот в этих книгах сказано что и бог золотой и человек золотой но только частица бога находится у него в груди там в его чувствах одной из концепции выбора эзотерика в ходе получения или желания получения знаний или желания получения снятия информации является компонент как раз объединение себя савитуром но если вспомнить эту историю о шести царях которые отключились от савитура им не дали возможности то эзотерики пошли чуть чуть дальше они узнали что существует механизм посредник которые есть между савитуром и между душой человека это элемент который называется огонь представляя огонь или смотря на огонь при желании человек может сжечь что-либо или представить будто он думает о чем-то отдает огню и это все огонь сжигать либо наоборот огонь может помочь человеку ответить на вопросы то есть человек представляет огонь смотрит на такой огонь задает вопросы это в жизни его происходит таким образом это все является критерием или компонентом коммуникации между савитуром и человеком через посредника которым является огонь но сейчас что-то мы не туда уехали вернемся все-таки к теме одной из концепции духовного пути заключается открытие для человека в котором следует такое понятие как мир может быть по выбору человека агрессивным к этому человеку или наоборот доброжелательным таким образом а я в школе кстати нашей даю еще и прямое подключение минуя огни напрямую к савитуру вы знаете это код который называется там так то так то а также это специальные слога который является защитой мои ученики которые обучаются у меня знают как напрямую подключиться к этой энергии и как защищаться но там я могу сказать не обязательно произносить эти слова не обязательно они могут быть не звуком о них можно думать об этих словах или о них можно там их можно повторять про себя или их можно представлять это совершенно не имеет значения и там очень важно когда человек подключается к этой энергии он может получить совершенно любую информацию но только в случае если он освобождает свой мозг и свое сознание освобождая свой мозг и свое сознание как бы не очень много напихивая в него разные информации как бы давай этому сознанию отдых там сон возможно это там не произношение определенных слов которые закрывают эту информацию это слова я знаю я все умею я все могу то я знаю это все слова которые закрывают сознание от дополнительной информации таким образом человек отпускает информацию не особо заморачивается не особо что-то делает но постоянно как бы делает духовное упражнение ощущение того что этот мир его любит этот мир к нему хорошо относятся такую духовную медитацию что мир хорошо относятся и это добровольный выбор помогает человеку изменить ситуации которые могут происходить жизни у этого человека это одна из самых основных и наверное самых замечательных ну невероятно мощных эзотерических практик невероятных духовных упражнений невероятных систем которые могут пробудить у человека вот такую духовность что такое духовное пробуждение это не считать мира мир миром где выживают а считать мир тем элементом который его любит что это дает когда человек ощущает что мир его любит то ситуации которые происходят в жизни этого человека они изменяются я ощущаю свою семью как большое существо которое меня обожает а как я это как я это представляю как бы какое духовное упражнение представляю будто существо меня обнимает или мир я вот выхожу и здесь очень важно представляю обнимает или не представляю но здесь очень важно ощутить как мне от этого приятно потому что то что я ощущаю называется реакция моей души на проникновение этой энергии то есть если я ощущаю что и мне хорошо только от знания что существует энергия которая меня обожает то это и является элементом которые мне в дальнейшем и создает для меня информацию и создает для меня видение в случае если нужно и создает для меня от ситуации в жизни а дальше что же хочет от меня эта энергия но она хочет чтобы я чего-либо желал то есть если я это ощущаю и что-то желаю это происходит вот вам и вся тенденция практически любого духовно как у людей происходит люди могут быть зациклены на чем-то и они зациклены ну вот вообще не на этом а на чем но на всем они могут ощущать будто мир это бесконечная драма и в этом мире находится все время что-то плохое сколько не дашь денег этим людям они будут несчастны не будут все время куда-то пытаться лезть с кем-то воевать кого-то ненавидеть для них это прекрасный мир но у них будет все время желание свободы так человек в семье будет все время стараться и будет страдать что он не свободный там живя с одним мужчиной или одной женщиной вот это не свобода будет заставлять почему кино вставляет людям то что мы видим там свободу свободу других людей свободу выбора свободу переезда свободу еще какую-либо и мы ее никогда не получим сколько бы ты не давал человеку свободы и как бы человек не хотел чувствовать себя свободным без ощущения что тебя обожает большое огромное божественное существо тебя ничто в жизни никогда не удовлетворит как это происходит не свобода в деньгах сколько бы ты не ел будешь все время есть больше сколько бы у тебя не было имущество твое желание будет его увеличивать сколько бы ты не имел денег будешь все время стремиться к тому что почему потому что для тебя желание для вас для таких людей вернее желание может быть желание свободы то есть человек где-то думает так будет у меня больше денег я буду свободен буду еще более свободен буду еще более свободен а сколько бы он не стремился если ощущение что этот мир этого человека любит свободы больше не будет она не ну это как бы само собой вот так это все устроено даже знаете с ребенком хорошо и без ребенком как там тальков пел нам с собою трудно нам друг с другом трудно а еще сложнее врозь то есть человек хочет этого потом это получает хочет еще чего-то потому что он думал что это приведет его к свободе приведет его к свободе от чего дело в том что свобода это видоизмененное состояние любви смотрите как это устроено человек нашел большую любовь которая его обожает это любовь бога духовное пробуждение произошло а тот кто не нашел любовь бога не ощущает это не хочет этого и не знает об этом тот постоянно ищет кого-то или что-то кто мог бы почувствовать и сказать какой же он хороший какой молодец какой он красивый какая на нем красивая одежда какая у него красивая там душной душа нет там волосы какой у него красивый автомобиль какой же он молодец добился к она там взрослой достойная какая она честно то есть люди строят свой мир но они не понимают что они к этому всему стремятся потому что они ищут любовь они там ее не находят потому что у них настройка не произошла и они пытаются ее взять чтобы кто-то ох какая у него хорошая машина человек а человек сам к этому стремится я хочу свободы почему я хочу чтобы много людей меня обожала он не человек не может понять что он не свободу ищет он ищет любовь которая к нему должна проявиться но он ее так никогда не получит почему на самом деле ему не здесь нужно искать а нужно почувствовать что высшая энергия его обожает это достойный выбор и это является пробуждением духовности и фактически духовным путем вот почему так много религий религии нужны людям почему потому что самое важное что человек может найти в религии это ощущение что есть кто-то помимо этого мира глобальный верховенствующий значимый кто тебя любит больше всех и кому ничего не нужно потому что в этом мире что кому не дашь за все приходится платить а тот любит просто так да можно сказать там отыскать до этого ничего не существует да там это все неправильно да это все вообще не так происходит да может любить только иисус христос или да может любить только там еще кто-либо там буду галта но там это не имеет значения главное это найти если вы нашли это и вы это ощущаете то тогда вы на правильном пути и это и называется вашим персональным духовным путем не утешение но в принципе знаете как большой маме приходишь если мать может утешить то тогда это духовный путь если эта энергия может утешить если есть ощущение что она защищает если есть ощущение кому там побили вас там в школе какие-то негодяи вы пришли кому пожаловали своей маме почему мама пожалеет ну и вас будет понятие что она таким образом вас защитила но она же не пойдет драться или там что-то делать с этими людьми но элемент защиты произойдет также здесь возможно никто никого не накажет но ощущение что вот есть эта энергия и есть первое духовным упражнением ощущение этой энергии есть духовное пробуждение и ощущение что вы так живете это духовный путь вот три компонента которые есть у человека если человек для себя выбирает вот такой духовный путь то жизнь для него изменять чем больше людей в этом мире выберет духовный путь для себя и начнет это ощущать тем проще будет людям вокруг жить но это сложно потому что у многих душа закрыта это не не связано ни с чем это не связано ни с чем что они плохие хорошие плохая карма хорошие ну возможно они не знают этого возможно даже если они узнают у кого-то будет это получаться у кого-то нет а почему нет события жизни могли повлиять карма могла повлиять и если какое-нибудь духовное упражнение которое могло бы помочь это сделать да можно сделать так нужно представить будто в тот момент когда вы не ощущаете любовь той энергии которая вокруг вас находится в виде событий то это говорит о том что между вами и этими событиями существуют загрязнения эти загрязнения называются загрязнениями ваших поступков вашей кармы этой жизни прошлой можно ли это чем-то убрать несомненно чем костер распалить распалить костер сесть возле него смотреть на этот костер и говорить пусть моя карма из пусть моя карма очиститься и знаете есть такие упражнения когда человек как бы берет огонь такой и умывается этим огнем руки умывает себя и говорит пусть огонь или великий огонь очисти меня от сквер на тех поступков я каюсь раскаиваюсь и больше не буду да действительно такое со мной было меня обижали я обижался я раскаюсь этого больше не будет конец а честь меня хочу быть свободным я хочу избавиться от вот этого всего от этого ужаса от моей злости о том я хочу избавиться от того что я не ощущаю дух не ощущаю они ощущаю любви бога по отношению к себе я раскаиваюсь я хочу ощущать я имею право это мой персональный выбор пусть это будет это так нереально нереально очищает человека но для этого нужно расслабиться это нужно почувствовать не нужно это делать в каком-то экзистенциальном состоянии это можно делать вот в обычной жизни просто так и плавно человек начинает это ощущать как я в школе построил все я об этом конечно всему научил своих учеников и объяснил что такое огни и для чего это существует и дал даже мантры соединения с ави туром объяснил каким образом это делается кстати если вы не ученики школы обязательно проходите и получайте мои знания жизнь изменится но в случае если вы не ученики то тоже можете пользоваться вот такими системами они не разрушают вашу веру мы никаким образом я не отрицаю что иисус христос спаситель людей я считаю что в большинстве своем коран был написан правильно и иисус христос и совка ранее апостолы о которых пишется в части которая называется корова это все великолепные знания любая религия имеет значение потому что любая религия и человек выбравший такую религию выбирает для себя духовный путь в ходе которого он совершает духовный подвиг переступает через свои такие концептуальные задачи так бы он смог воровать а так не сворует так бы он захотел убивать и насиловать а так он из-за того что у него есть вот эта концепция не захочет убивать насиловать так он захочет предавать и не предаст пусть это существует это великолепно так упорядочить и питание упорядочить свои мысли упорядочить виде уважений законов и так далее это эволюция это цивилизация на это создала я очень хорошо отношусь к религиям к сожалению они ко мне плохо относятся но это уже другая история таким образом мы как эзотерики видим это все совершенно по-другому для нас это совершенно другая история и мы это развиваем себе что происходит на самом деле в дальнейшем внезапно мир которому ты относишься хорошо и чувствуешь его любовь создает для тебя события потому что энергия савитур это энергия событий созданных специально для вашей жизни то есть если события созданные для вашей жизни и кто-то создал то создала эта энергия таким образом если мы ощущаем ее любовь то все события которые будут происходить нашей жизни будут являться элементами любви вот так а почему свечечки зажигают а свечечки зажигают потому что это посредник между людьми савитуром ну вот хороший вопрос так долго о нем рассказывал но и я хочу сказать не являюсь савитуром им никогда не был я являюсь скорее всего тем человеком который называл себя саманом это описано в упанишадов книгах 4 5 книги упанишадов там где говорится о том как человек может становиться или ощущать этот мир там говорится о том что этот мир состоит сначала из из савитурой энергии божественной потом говорится о том что есть посредник этот посредник является энергия огни а потом говорится о том что человек состоит еще и из которые связаны и с небом и с землей и с качествами так говорится о том что случае если человек воспринимает воспринимает мир в виде поля то это поле может давать ему плоды так говорится и это квадрат так говорится о том что если человек хочет чтобы семья была счастливой то он может семью представлять в виде дерева а дерево треугольник как сказал свое время казимир малевич а если человек представляет свою душу то он должен представлять что душа золотая так же там сказано почему человека а бог какой они считали что бог он золотой все это золотое проявление человека золотой человек и чем золоте и человек тем больше в нем божественного и говорилось о том что любые желтые продукты любые мед а также янтарь желтые а также золото также золотые мысли и солнце это то что делает человека человеком и делает человека близким или приближенным к богу вы знаете можно как угодно к этому всему относиться но что-то в этом есть ну что ж не напрасно говорят ах какой же он хороший золотой человек золотой мальчик золотая девочка вот таким образом чужина золотая то оказывается смысл в этом есть и он кроется там в самом самом они этом говорится о том что человек а ну зачем я это сказал ну вот допустим человек говорит а что обозначают фигуры ну вот квадратная фигура это поле на котором что-то растет а треугольник треугольник похож на дерево на что похож круг он похож на бога на душу человеческую так вот и появились первые наверное символы как вообще возникли картины казимира малевича знаете что у казимира малевича нет картин он за всю свою жизнь семидесятилетнюю деятельность нарисовал картину лишь одно она называется черный квадрат он ее назвал картина и все остальное что он сделал называется инсталляции тогда почему это называется инсталляцию казимира малевича и почему картину он нарисовал одно объясняю инсталляции это простые фигуры которые создают образ и эти простые фигуры которые создают образ были революционными для появления новой рекламной атмосферы то есть до того когда появились инсталляции никто не мог соединить идеи мысли образа который возникает человека и ассоциации которые возникают в тот момент когда человек видит это таким образом нарисовал квадрат человек ощущает что-то или нарисовал треугольник рядом квадрат это будет как лес и дом и вот он пас попытался создать вот такие инсталляции которые сделали революцию в передаче рекламы сейчас мы видим уже елочки которые нарисованы в виде треугольничков там с разными зазубринками и можно написать нарисовать такую елочку и рядом нарисовать или написать магазин все будут понимать это магазин елок или там ну вот таким образом эти инсталляции у него появлялись инсталляции это образы простые или максимально простейшие образы расположенные на полотне которые вызывают у человека ассоциативное восприятие или моделирует ему сознание вид таким образом эта картина не является а черная а черная не создает никакой образ нарисовав черный квадрат люди глядя на него не могут его ни с чем сравнить то есть сравнить с ночью ночь на белом не бывает и таким образом если это не создает ассоциацию значит это не является инсталляцией а если это не является инсталляцией то это является картиной конец вот кем он и стал знаменит поэтому одна единственная картина которую написал знаменитый художник на протяжении всей своей жизни за 70 лет она и называется картина казимира малевича черный квадрат которая стоит дорог ну вот где-то так кстати люблю же опять хочу вам сказать что то что я сейчас рассказал это мнение не художественного критика не даже человека который погрузился в мир художественного анализа и там пытается это мнение человека обывателя эзотерика который сформировал может быть свое индивидуальное мнение ну может быть сформированная просто небольшим количеством там ума или может быть образованности но тем не менее мне кажется вот то о чем я сказал для себя как бы логично а там как она на самом деле оставим наверно людям которые больше разбираются изучают данные полотна ну ладно чтобы вообще не туда ушли у нас вообще эзотерический вебинар вера кириндиасова андрей андреевич подскажите и поясните если не пройти подключение к пантеону индийских богов то и мантры не будут работать с нами получается что незачем начитывать их нет мантры будут работать и вы можете без подключения читать их и пантеона индийских богов и пантеона тибетских ваше подключение она напрямую связана с подключением школы а вы все связаны с подключением школы поэтому все порядке можете читать будет все работать как это сложно это наверное как сложная тема которую не понимаешь долго и вдруг что-то переключаешь голове понимаешь как это просто надо просто хотеть понять ну да вот не на попуской я ученица школы с 2019 года я прошла три обновленных ступени и много сангая на данный момент нахожусь в каком-то тупике как лучше сделать пройти новую первую или снг индийских богов огромное спасибо вы торопитесь и вы спешите вы дело в том что вот то о чем я сегодня говорю о выборе духовном пути и является для вас ключевым моментом люди они хотят или стремятся заниматься эзотерикой думают что это как гимнастика и йога кстати о йоге тоже сейчас скажу несколько слов человек думает что занимаюсь эзотерикой как йогой он может получить то что там есть отчасти до отчасти до если каждый день читать мантру или какую-либо другую мантру которая связана с деньгами то встаньте богатыми год будете практиковать и все равно вы эзотерик или нет но не изменив духовную составляющую своего сознания и своей своей души вы прекратите их читать и все вернется на пути свои то есть да вы получите но до прекратив вы перестанете тогда в чем же является концепция самой важной концепции при выборе духовного пути и важности понимания его является понятия того что те упражнения которые я даю они являются духовными и что это такое первое когда вы практикуете мои эзотерические практики всегда ощущаете тепло и радость в груди это первое и очень важно второе свое сознание не направляйте в места которые болят никогда этого не делайте наше сознание уничтожает места если направлять в те места где болит свое сознание так если орган не болит и на нем сосредотачиваться то он не заболит но в случае если там есть какие-то проблемы и ваше сознание будет там находиться как допустим у виргофа или допустим александера там сосредоточен на месте которая болит наполни его и так далее это неправильно потому что таким образом разрушается орган почему наше сознание враг наших органов наше сознание враг нашего тела как бы вы это не воспринимали наоборот сознание необходимо отключать на что ну самый простой и верный способ это голод если человек голоден голоден то его сознание не думает ни о чем он думает только о голоде сознание отключено от тела в это время наше тело у которого больше шансов или у больше есть такой механизм называется аутофагия и это аутофагия она ей там 10 миллионов лет а нашему сознанию сформированному там 5000 лет таким образом наши клетки они имеют больше шансов восстанавливаться и 7 сознание не мешает но стоит сознанию обратить на них внимание они начинают разрушаться и так устроен голод человек думая голодит сутками его клетки способны на самовосстановление поэтому человек который там один раз неделю голодает там один раз девять дней вернее голодает сможет восстановиться и вылечить какие-либо болезни а если человек сосредоточен допустим там на каком-то органе вот начните думать о зубе думайте 24 часа зуб разрушится точно так же и о деньгах думайте о деньгах страдайте это все разрушит мозг разрушитель он разрушает как научиться или как можно сделать если духовное упражнение которое может восстановить тело ну конечно щит говорите своему телу ты не можешь шевелиться мозг от тебя отключен после этого легли потом начинайте считать повесили что-нибудь перед собой а первый шарик второй шарик третий шарик 4 шарик 5 шарик 6 шарик 7 шарик а тело не может шевелиться пока считаете шарик своему телу говорите пусть все органы восстановятся и пусть вот это место которое у меня болит перестанет болеть вот так таким образом мы можем включить это духовное упражнение целителя или целительства так мы можем помочь человеку исцелиться вот осознание если там допустим изучает а июнь цигунь по сию знаменитому то там есть такие методы сосредоточься на органе который болит дыши в него заполняя его c энергии к сосредоточить нехорошо это ну и глядя на сию я могу сказать что он уже сам понял что он ошибался то что возраста там мы с ним одинаково выглядит он совсем не особо хорошо но не стоит забывать что мне за плечами перенесенная онкология он-то здоров всегда был ну ладно это его проблема мне вообще все равно ирина большакова добрый вечер смогу ли я себя исцелить вернее господь исцелит меня я не знаю вопрос этот он совершенно не ко мне знаете вообще не ко мне он наверное меня не касается случае если вы хотите чтобы господь вас исцелил но я лично думаю что это устроено так или следующим образом если гипотетически найти в себе радость от того что вы коммуницируете с богом или ощущаете от него благословение при этом испытываете радость и после этого отключайте свое сознание от своего тела то тогда просьба ваша к богу может помочь вашему телу исцелиться в любом другом случае если чувств любви к богу нет и в случае если вы очень сильно ощущаете свое тело и не можете отключить свое сознание то шансы невелики поэтому ну где-то так я раскаиваюсь школа меняет жизнь к лучшему однозначно за что низкий поклон вам же мандрились я передо мной нет виноватых люди которые обучаются в нашей школе они приходят потом уходят потом даже пишут гадости есть и люди которые пишут гадости где-то обсуждают на форумах там пишут о том какой я плохой человек и тогда но дело в том что плохих людей быстро жизнь наказывает их очень быстро жизнь наказывает бьет и они становятся бедными некрасивыми злыми с плохим запахом изо рта я могу сказать что я ничего плохого не делаю и желание плохого у меня никогда не было ошибки возможно какие-либо но вы знаете каждый из нас он духовно развивается я тоже в школе между первой ступенью и последней первой ступенью тоже духовно наверно набрался или развился для меня более важным стало ощущение семьи для меня более важным стало ощущение правдивости я однозначно изменил школу сторону верности я говорю что чё там искать и живите с одной или с одним то большое счастье а если видоизменить свои чувства и свою душу то близкие рядом будут именно такими как вы хотите и красивее и мудрее лучше и так далее но в случае если у них там нет каких-то тяжелейших жизненных проклятий короче все можно менять но а если когда-нибудь где-то прочитайте что дуйко забрал большое количество денег у кого-то я не провожу платные консультации у меня нет таких платных консультаций когда человек приходит и мне может заплатить за мою консультацию я их не провожу почему чтобы никто никогда не упрекнул что я за консультацию взял деньги все никто никогда не упрекнет если я делаю консультацию делаю бесплатно дальше по поводу ступени которые я создал их продаю да я создал ступени это называется у меня инфопродуктом я эти ступени создал я их продаю я чек а человек хочет покупает а хочет не покупает я их специально никому не навязываю и нет такого что человеку говорю обязательно купи обязательно пройди только это тебя спасет нет я не манипулирую людьми и мне все равно 3 моя эзотерийская школа для меня не является основным компонентом из которого я зарабатываю деньги почему я удачный бизнесмен у меня хорошо получается зарабатывать деньги я занимаюсь бизнесом много лет являюсь владельцем там и так далее и в общем то если сказать о реализации моей я очень хотел выздороветь сейчас я здоров тут я очень хотел любить сейчас я обожаю я очень хотел быть состоятельным я такой я хотел свободу я ее получил но я получил еще и божественную любовь я ее ощущаю я хотел спокойствия меня его море я в нем купаюсь и черпаю бесконечные возможности там для того чтобы я кому-то сказал разойдись со своим мужем и не живи такого не бывает зачем мне это делать объясните зачем мне человеку который ни в чем не нуждается заставлять кого-то делать что-то зачем объясните мне если вы найдете объяснение то я пойму возможно я чего-то недопонимаю а так на самом деле мне это незачем моей жизни все идеально я обожаю свою семью обожаю детей у меня есть что есть где есть с кем спать и на чем лежать я обожаю и верен маме я обожаю верен на взрослым людям которые есть моей жизни я помогаю себе помогаю близким помогая этой стране ну и у меня не было задачи никогда сделать специально что-то для кого-то чтобы этому человеку было плохо нет я так я даже несу ответственность за людей и обычно даже говорю так если вы ученик школы то тогда я скорее всего захочу вам помочь если вы даже не ученики обычно пишу я не общаюсь не учениками школы мне не интересно почему ну почему я должен помогать совершенно чужим людям за это бог наказывает для бога у каждого человека своя судьба и это связано с его духовным путем если он в этом пути ненавидит если весь мир он ненавидит он бога ненавидит его жизни она страшно не хотелось бы а я такую жил я такую жил пьянки гулянки вечные там поиски кого-то женщина вечные поиски не знаю денег ненависть ко всему окружающим миру у меня это было слава богу очень быстро прошло пошли просто врожденный такой эстетичный и очень добрый теплый человек видимо как-то знаете хорошо карты легли и в жизни мне не свойственно быть агрессивным нервным не терпеливые человеколюбивые миролюбивые сердечные и так далее ну и школа конечно мной создана было на фоне моего персонального удачного по моему мнению опыта то есть я сам себя восстановил с помощью этих знаний людям помогают а деструктивных каких-то элементов там заставить человека страдать без конца заниматься или без конца что делать у меня не было задачи это я не хотел этого я сейчас если провожу допустим эзотерические марафоны там куда я приглашаю людей я даже там все время говорю сейчас шел марафон по целительству я говорил возможно вам то что я с вами работать не поможет я не даю никакой гарантии как я могу дать гарантии если ваше тело состоит из 60 тире 190 миллиардов клеток ну какие гарантии могут быть не врач не таблетка никто не может дать гарантии это не ну не подвластно мы просто же обычные люди это все знание просто психологии знания может быть нейропсихологии знания психо соматики ну это все гипноза там сугести как правильно работать с людьми вот эти как работает как правильно действует дыхание как правильно действовать на человека вот это знание она большое это дает возможность вот так работать с группами в большинстве своем где-то 70 80 процентов но улучшает свое состояние но процентов на 70 80 то есть там позвоночники перестают болеть годами потом не болят там ноги при артритах при стоит болеет там зрение улучшается и тогда ну является ли этом чудом но с одной стороны я как человек который нашел свой духовный путь внутренне уверен что бог мне помогает а если бы я был атеистом я бы думал что это методика которая разработана и вот которая цели не мной в большинстве своем я просто библиотекарь объединившие огромное количество систем между собой ну и правильно использование этих методик помогает привести и психику и физику в норму и так далее но а там особо популяризировать или особо об этом говорить даже нет идей таких и никогда не возникало я вообще хочу вам сказать я не стремлюсь к наживе я стремлюсь к богу это моя задача мне ощущение что вот эта энергия меня любит она мне позволяет потом в дальнейшем проявить себя в виде человека который бы хотел об этом рассказать другим людям не нужно так страдать и так мучиться можно выбрать это если бы дело в том что я живу в украине и я напрямую работаю с сектором государственной власти и работаю плотно они являются одновременно многие люди с которыми я работаю вы их знаете но я к сожалению не скажу кто эти люди я работаю с людьми которые в этом секторе и работаю с ними как эзотерик и до момента пока не завершится то что происходит я пообещал прямо пообещал а я обещание свои сдерживаю не предсказывать людям события никаким образом не предсказываю и именно поэтому я этого делать не могу поэтому ни с какой страной никакие предсказания делать я не могу вообще я подумываю что в дальнейшем мне это не нужно и в дальнейшем я скорее всего откажусь от такой практике из-за чего и почему я откажусь дело в том что могут зачем мне это популяризацию себе сделать ей так популярен я популярен в как в узких кругах то есть люди которые хотели бы там пользоваться моими услугами этих людей очень много то есть они готовы и за дорого вы понимали это прям мега дорого стоит и готовы платить и платят много потому что то что я говорю она очень попадает и я не использую карты не использую ничего просто приезжаю с человеком разговариваю говорю как будет вот я это делаю два раза в неделю за это получают ну вот такую это пачку денег вот такую и это делаю уже давно и зачем мне предсказывать кому-то если я это знаю и могу этим пользоваться сам чтобы люди это знали но если бы это были ученики одно дело а когда это вообще чужие люди зачем еще его так публично я серьезно умею это делать просто делать этого и скорее всего не захочу как работает допустим для человека йога йога для человека это возможность что как вообще работает йога самое главное упражнение которое необходимо делать в йоге это взять упражнения которые вы делаете их на время отложить если вы делаете йогу и не знаете не знаете йогического основного духовного пути ради чего и для чего она конструировалась йогами то тогда не занимайтесь йогой а если не занимайтесь знаете для вас это не йога это индийский гимнастик то есть вы занимаетесь скорее индийской гимнастикой а йога является духовным путем а это еще что такое смотрите йога это возможность провести любовь к богу или любовь к телу но как правило любовь к богу которая формируется в виде огня в груди и формируется и укрепляется двумя компонентами первое быть добрым и второе не навредить то есть йог он живет по принципу ямы и не ямы что обозначает первое служение второе не вредительство таким образом служение и ощущение бога в груди с желанием не навредить а проявить доброту это не наплевать не растоптать не обмануть не разозлить не там еще не убить не питаться чем-то там плохим хорошими тогда мясом или не мясом это не навредить это одна сторона а с другой проявление своей преданности аватару или божеству который ты выбрал для себя то есть это может быть иисус христос кто угодно соединив свою доброту проявленному миру соединив с энергией бога ее нужно внести себе и почувствовать ее в виде доброты в своей груди это называется условно маслом и которая появляется в теле и основная медитация перед тем как человек начинает заниматься йогой это взращивание в себе ощущение души где находится твой бог и где находится твоя доброта или твоя твое нежелание вредить то есть доброта к миру доброта к близким доброта ко всему и твое стопроцентное нежелание навредить это в два компонента которые между собой смешиваются и создают масло и потом человек начинает обращать внимание куда это масло дотекает в теле и куда это масло не дотекает и после этого он занимает позицию при этом он ощущать должен что это масло течет во все места распространяется на тело распространяется на поясницу распространяется на ноги на лицо распространяется где появится это масло там появится божественная любовь которая и омолодит и сделает здоровым а если вы там дышите и крутитесь то поверьте мне толка от этого никакого не будет поэтому это является ключевым в моменте вообще занятий йогой это познание йоги который начинается с выбора и в йоге духовного пути который именно таким элементом и возникает именно поэтому сначала человек выбирает для себя аватара и может быть гуру его преподаватель йоги после этого он начинает ощущать первое ощущение это ощущение теплоты или ощущение радости духовной радости которые находится у него вот здесь там где сердце радости потом это радости на за счет раджа йоги за счет произнесения мантры молитвы за счет произнесения о на концентрируется то есть она рассеяна по телу он ее собирает и только после этого когда он ее набрался когда он ощущает когда он экзальтирует этому поводу когда ощущения преобладают в этот момент он начинает заниматься йогой тибетской йогой наполнение тепла или там на тибетской йогой или индийской йогой какой-либо там хатха йога или ну к радости их там бывает очень много но все все это является элемент что обозначают символы что обозначает йога когда человек делает какие-либо движения там и эти движения которые называются асанами и эти движения являются фактически упрощенным алфавитом которые есть в санскрите и когда человек принимает определенную позу если очень далеко отойти от человека и посмотреть на него то есть далека будет казаться как будто он буква из санскрита такая вот в себе виде человека сложного и каждое из направлений йоги это буквы которые могут создавать определенные мантры то есть это может быть ом намах шивая или это может быть допустим он шри калина мах или это может быть там он там какая-либо шри калина мах вольтам он дурга тэна мах или он на моно мах или он на моно мах шива или он он пагавати сваха то есть и вот эта йога это вот просто человек делает вот эти движения не понимаю что это буквы обычно это буквы ши это слова которые шива или слова которые нам ошива или на мо шива на майя или там кришная может может быть слово гаятри и это так вот происходит йога поэтому и выбирает ту йогу которая соответствует тому аватару который изображение которого человек создает вот вам и конец это тайны йоги интересно наверное да какое ваше направление в дальнейшем развития какое направление в каком развитии остановился ли я в развитии меня очень вдохновляет творчество деятельность творчестве вот мне очень нравится что то делать и мне нравится руководить мне нравится что-то делать сейчас я занимаюсь разработкой духов Вот у меня появилось свободное время, я этим занимаюсь. Дальше, сегодня вот приехало оборудование, я собираюсь дальше заниматься ювелирным производством. Делать украшения, но только те, которые нравятся мне. Предварительно я очень много нарисовал такую тетрадку всевозможных украшений, которые я в дальнейшем хочу вот за счет такого производства реализовать. Кстати, мне нужен литейщик на такое производство, там профессиональное оборудование. И, наверное, ювелиры, тот, кто умеет работать на плотаре и на вот этих элементах, которые растят, восковые эти штучки. Одним словом, если такие есть, можете написать. Связаться со мной можно в телеграм-канале, с удовольствием буду с вами общаться. Сейчас вот открываю, собираемся под тайну такая, 16 ноября, собираемся выпустить сайт. На нем будет 136 изделий косметических, которые мы производим на территории Украины. У меня на заводе. Их 136. Мы над ними работали на протяжении 4,5 лет. То есть мы 4,5 года это разрабатывали, разрабатывали технологии, разрабатывали. И там моя жена оказалась очень-очень претензиционной, поэтому все делали по многу раз, начиная от этикетки до выбора чего-то там, до выбора там всего остается. Это было очень долго. Но то, что произошло и то, что сделали великолепно, называется мизония. Даже покажу, как это выглядит сейчас. Вот такие вот, такие красивые. Оно все в коробках, очень красивое. Вот видите, мизония. Мизония роза фейс-крем. О, мизония для фейса-крем. Ой, как вкусно пахнет розой. Вот намажу сейчас себе. Где-нибудь. Потом тысяча людей мне напишут. Ты себе лучшие мозги намажь, дурачок. Как сказал Пупкин, кто обзывается, сам называется. Ничего страшного. Пупкин уже не обидится, он уже не в этом мире. Это прелесть Дуйко, это Вау Дуйко. Спасибо, наш спаситель руководитель. Спасибо. Можно что-то сделало не так, болит спина, Ваша ученица. Мысленно представьте, будто Ваша спина это трубочка. И представьте, будто сзади в эту трубочку кто-то наливает разогретое золото. Делайте так один-два раза в день и все пройдет. И используйте мою золотую, зеленую ниточку. Берете ниточку в ручку, вот так, зеленую, и произносите После этого этой ниточкой зеленой берете, обматываете себе поясницу. Несколько слоев, так, чтобы не туго. И завязываете на узелки. Можно 32, 36, 38 узелков. Не имеет значения, главное начетное количество. На самом деле не принципиально. Люди были, которые на три узла завязывали, и тоже спина переставала болеть. Можно и мантру не читать. Но с мантрой будет быстрее. А без мантры чуть-чуть дольше. Можно просто ниткой обмотать и завязать на узелки. Да можно, все что угодно можно. Но просто так, как я говорю, будет быстрее. То есть эффект помощи произойдет быстрее. А если не помогает? А если зеленая нитка не помогает, то это тогда связана болезнь не с поясницей, вернее, не с позвоночником, а скорее всего с какими-то внутренними органами. Может быть миома или матка увеличилась в объеме. Может почки болят. Но эрогирует обычно это как раз так, как будто появляется ощущение, будто это болит на самом деле позвоночник. А это может быть невралгия. Это может быть, ну что хочешь. Наш организм такой большой, что хочешь, можешь болеть. Это Соня моя. Она ее будет, эту косметику презентовать, выпускать. Хорошая получилась, такая с лекарственными. Я, конечно, влез в это все и говорю, так, давай что-то делать лекарственное срочно. И добавили, сделали такие капельки, вот такие. Это для убирания угрей. Действие такое. Мажете, оно там вот так выглядит, все. Такой там состав. Там где-то угрь вылез, там капнули, вот так размазали. Можно засекать время через 40 минут, через час угря уже нет. Как вы относитесь к Тибетской книге мертвых? Я к ней отношусь положительно. В Тибетской книге мертвых говорится о том, что человек после смерти может проходить путь, и пройдя этот путь, он может выйти в мир, где его будут сопровождать тибетские монахи. И они могут его сопровождать до момента, пока он не попадет в мир чистый. То есть убивал ты или был какашкой, если тебя монах проведет, ты можешь быть там где-то. Могу сказать, что книга мертвых пугает обычно людей, потому что там есть такой текст, вот не бойся, ты умер. После этого там рядом с тобой находится вот это, а слева находится вот это, справа вот это, не бойся. Идея, это не первая книга, которая называется книгой проводов. В христианстве тоже используются псалмы, которые фактически помогают человеку переродиться. Также есть напутствие батюшки, который может говорить о том, что там вот пусть его душа теперь чистая, давайте его 40 дней будем поминать и так далее, 9 и 40, и будем читать для него молитвы. Это то же самое, что в книге мертвых и основывается православной религии на дополнительную книгу, которая называется книга о Иоанна Предтече, не, не, не Предтече, а Богослово. А в католицизме это как бы молитвы, которые не используются в православии, которые называются молитвами Святого Петра, которыми почитают человека и переход его напрямую к Богу. Там есть такие слова, где говорится о том, что Иисус Христос, к нему пришел Петр, и Петр говорит, что ж ты умрешь, потом воскреснешь, а как же мы твои ученики? Он сказал, в истину каждый, кто попросит за у тебя, получит у меня прощение. Ну и вот эти слова говорятся во время похорон человека на латыни, и после этого говорится о том, что этот человек тоже, из-за того, что он был верующий, просил постоянно, и все начинают просить у Петра или у Папы Римского за этого человека и считают, что он таким образом. Хорошо отношусь, хорошо это, зачем это сделано? Мы так, так загнаны в этом мире, и мы так загнаны в этой жизни, что вот эта жизнь с ее огромным таким, наверное, пропеллером, как там у Куприна Молохом, который ест все подряд, не жует и глотает, люди попадают туда в какие-то неприятности, как в Молохе их просто ломает на части. И мы очень забываем о важном, забываем о том, что мы нужны, забываем о том, что мы нужны родителям своим, не можем быть к ним ближе, не можем заботиться, забываем о том, что у нас есть родственники, мы забываем о том, что есть друзья, любимые, мы забываем, потому что некогда, потому что деньги, 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 или еще что-то, или проблемы, 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 и забываем об этом. А потом вдруг человек умирает, и мы вдруг в этот момент начинаем понимать, и нас начинает мучить где-то даже внутренние такие чувства, что да, а можно было быть ближе, и начинаем вспоминать, что человек-то был хороший, и нужно было быть к нему ближе и так мало времени провели знаете когда имеем не ценимо как только теряем начинаем ценить вот это и происходит и вот мы мы вынуждены знаете из-за того что мы не животные мы не можем один день по переживали завтра забыли или отпустили так не может быть потому что этот человек был частью нашей жизни он был частью мы были частью его жизни он для нас был дорог и важен но мы как-то забыли после выживали мы не причем он конечно не причем но потом вот мы хотим чтобы было еще долгое время где мы бы несмотря ни на что были бы для него полезны и из-за этого вот и придуманы эти обряды когда там 12 дней или девять или семь дней сидят перед умершим не помню этот обряд иудейский дальше когда у мусульман тоже такой есть обряд когда сидят перед умершим долгое время такой обряд и там по его поминают или просто сидят молча такой обряд это 9 дней праздную это потом 40 дней праздную такое есть у всех что это и для чего это ну потому что человек может таким образом объяснить себе что вы или тот человек который жил он дорог и он не может быть вычеркнут вот так на протяжении трех дней там щелчком пальца что да есть там любовь что да очень тяжело и да помним и да хотим помнить и да в сердце нашим находится вот собственно из-за этого они такие длительные и долгие цените близких пока они живы потом когда мы умираем или потом когда они умирают то это очень долго нас потом очень долго потом вспоминаем знаете был на таких похоронах когда-то был мороз такой минус 40 и мы в египте отдыхали и позвонили с египта и сказали что близкий человек умер и вот такой взрослый уже был и я приехал в ровенскую область и в сарнах он жил и вот мороз 40 градусов и пришло так много людей и мы шли от его дома до церкви церковь не отапливаемое внесли туда гроб и полная церковь людей многие не пошли на по на поминки многие просто не пришли люди по приезжали со всей со всего постсоветского пространства очень много было людей и я тогда подумал а знаете иногда человек должен думать кто к вам придет на ваши похорона кто-то придет а почему не придут а если был бы нехорошим человеком то никто бы и не пришел хотя знаете если сильно нехороший но очень хорошая рекламная компания то кто угодно придет почему на шаропа есть но хотелось бы чтобы как нему подскажите пожалуйста получится ли у меня целительство если по моей методике целительства и вы прошли двухдневные или там трехдневный курс целителя то получится если нет ничего не могу сказать ну что 1909 и что давайте будем все жить давайте пусть будет пусть будет у вас силы для того чтобы все таки идти по такому духовному пути делайте такие упражнения я знаю насколько это тяжело но она может очень изменить вашу судьбу и вашу жизнь и улучшить ваши и физическое и моральное или другое состояние делайте все осознанно если в церковь ходите делайте это осознанно всегда ощущаете что бог вас любит всегда знайте не говорите об этом потому что сколько бы человек не сказал это все равно не заменит его чувств чувство важнее обращайте внимание на чувство сказал будда гаутама в свое время не бесконечное бесконечное выговаривание духовных слов мантр заклинаний молитв не стрижение головы не голод не пост и стяжательства не могут заменить человеку его чувства вот если один раз человек может почувствовать бога если один раз человек может почувствовать его любовь по отношению к себе и это все ему может заменить все остальное это фарисейство то есть когда человек старается всем показать какой он верующий когда он старается всему миру навязать свои идеи правильно или неправильно то нужно посмотреть насколько он добрый или злой но не к людям паша к людям быть добрым каждый может а вот быть добрым с больной мамой а вот быть добрым при воспитании ребенка с шизофрении или dcp несмотря ни на что я могу вам сказать люди которые смотрят за за детьми с dcp которые всю жизнь смотрят за мамой которые смотрят за своими и которые смотрят смиренно за своими детьми у которых dcp или у которых тяжелые заболевания при этом не теряют к ним отношения любовь эти люди совместно со своими детьми сто процентов рай попадут сто процентов без всяких вариантов без даже если они никогда не в церковь не ходят никуда вообще сто процентов прямиком а те кто каждый день посещает тот кто каждый день молится там заповеди там но у них шансов немного потому что их жизнь может быть наполнена огромным количеством ошибок огромным количеством грехов а там у таких людей которые попадают вот в такую ситуацию это вся жизнь бесконечный подвиг у того человека кто болеет бесконечный подвиг жизни он не сдается и живет и не становится вредным вредным не вредным уже другое дело этого достаточно он эту боль испытывает а у того кто смотрит за таким человеком но тоже это знаете бесконечный подвиг служения это очень значимо и это поднимает человека создает для него духовный путь который невероятно невообразимо глобально значимый знаете почему значимый давайте посмотрим все люди которые занимались стяжательством и брали на себя горе и боль людей и они называются людьми духовными и те люди у которых дети больные те люди которые там выхаживают больных родственников матерей и родных там или сами болеют они должны знать что они идут по пути вот такого духовного роста это в духовный путь это духовный путь благости которая очищает душу и который это путь который помогает всей семье всем кто связан по крови это конечно очень благородно и очень достойно а те кто таким людям помогает если эта помощь нужна это люди которые прикасаются к святым а святым нужно полы целовать а грехи то все они находятся как раз у голенища архиерейских сапог понимаете вот те кто целует туда не нужно туда целовать там как раз все грехи целовать нужно как раз вот в такие вот в такие наверное колени тех людей которые совершают такой подвиг ежечасно ежедневно ежеминутно и сохраняет при этом и человеческий облик и так далее они не иуды которые предали иисуса христа они настоящие высокодуховные существа ну и на этом конец сегодняшняя лекция была посвящена духовному пути я давал духовные упражнения для духовного пробуждения большое спасибо и до свидания